Биткоин очень агрессивно сливает, но сейчас появилась надежда, поскольку, на мой взгляд, вроде бы его начинают потихоньку откупать. В целом, биточек пошел по нашему сценарию. Что ждать от него в ближайшее время, сегодня разберемся. Итак, что здесь мы имеем? Мы имеем довольно неплохое падение, дошли до области покупок. Обратите внимание, что здесь есть увеличение объема и самое главное, здесь увеличивается дельта. Запредельные, в общем-то, значения, крайний раз подобные значения были аж на вот этом лое. То есть, черт знает когда и, собственно говоря, после этого значения рынок очень сильно выстрелил вверх. Сейчас мы видим, что рынок все-таки сжал свой диапазон, что указывает на лимитных покупателей, которые выкупают, собственно говоря, это падение. И можно сказать, что киты, конечно же, я думаю, это падение будет потихоньку-потихоньку выкупать. Давайте мы с вами посмотрим общую картину на бирже ОКЕКС. Найдем, наверное, зайдем в начале недели, посмотрим, что у нас понеделька. В понеделька мы видим, что дошли до мощной области, соответственно, покупок. И сейчас находимся, ну вот, в общем-то, в таком подвешенном состоянии. Перейдем с вами на дневки, посмотрим, что у нас на дневках. На дневках, в принципе, та же самая история. Самое главное, здесь у нас начинает появляться объем. Кто-то на смарт-лабе, я читал, значит, делает вот такой вот клины, что мы пробили клины, дескать, дальше пойдем ниже. Я, если честно, в этом плане не согласен, потому что все-таки это крипта. Не забывайте, что здесь, даже если вы рисуете какие-то фигуры теханализа, все равно сами по себе фигуры теханализа не влияют на рынок. На рынок влияют только покупатели и продавцы. А сейчас мы видим, что покупатели и продавцы, соответственно, тарят этот инструмент. И на вот этом произошедшем падении, а оно, я вам напомню, произошло на новостных факторах. Федеральное агентство новостей репортует, что одним из ударов, собственно говоря, по крипте стали высказывания экс-президента Дональда Трампа, который назвал монеты мошенничеством и выступил за жесткое регулирование всех цифровых активов. Понятное дело, что Дональд Трамп уже не оказывает влияния на политику никакого, разве только своими словами. Так или иначе, президент Байден обычно делает все противовес, собственно говоря, Дональда Трампа. Так у них заведено. Но, тем не менее, в целом, я думаю, что в данном случае Байден поддержит Трампа, даже несмотря на то, что Дональд уже, в общем-то, отстранен от политических, в общем-то, политического влияния. Кроме того, здесь еще есть важный звоночек, почему люди скидывают биток. Государства уже потихонечку стали заходить, соответственно, в криптовалюту. Так, например, Министерство юстиции Соединенных Штатов сумели возвратить очень крупные компании, 63,7 биткоина, приблизительно 2,5 миллиона долларов, которые были ранее приведены в качестве выкупа хакерам, нарушивших эффективное функционирование предприятий и организаций. То есть мы видим, что уже государство, у государства появляются какие-то рычаги, государство, соответственно, переходит потихонечку в биток. Это не нравится черному рынку, черный рынок потихонечку будет выходить из криптовалюты. Если черный рынок выйдет из криптовалюты, конечно же, нам всем не поздоровится, потому что биток будет падать. Но это в целом по фону, потому что в целом сейчас локально мы видим, что инструмент выкупает. У нас произошло вот это вот падение на этих новостных факторах, и мы видим, что это все падение выкупает. Здесь, если вы видите огромное, соответственно, значение дельты, это означает, что данное движение просто агрессивно по рынку лупили вниз. Продавали, 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 продавали по рынку. И если действительно здесь были очень сильные рыночные продажи, тогда мы предполагаем, соответственно, пробой данного диапазона. И что происходит дальше? Дальше происходит, соответственно, исполнение стопов всех вот этих ребят, которые здесь заходили, собственно говоря, в покупку. Если они начнут выходить из, соответственно, покупки, будет так называемая лавина стопов, и они тоже будут выходить, соответственно, из позиции. И у нас инструмент просто-напросто свалится на огромных объемах ниже. Но мы видим, что ничего подобного не происходит. Напротив, мы видим увеличение объема, мы видим снижение, соответственно, волатильности, мы видим увеличение по дельте. И, конечно же, это указывает на то, что здесь активно сейчас выкупают данный инструмент. Более того, обратите внимание, последние, собственно говоря, свечи, что у нас происходит. У нас происходят уже попытки агрессивно, собственно говоря, зайти в позицию. То есть кто-то здесь уже агрессивно покупает по рынку и пытается рынок толкнуть, в общем-то, наверх. То есть с одной стороны у нас выкупают движение, с другой стороны у нас агрессивно толкают рынок вверх. И здесь, конечно, пахнет больше разворотом. Если честно, я не уверен, что мы дойдем до верхней области. Я думаю, что здесь начнет формироваться треугольник. Это просто мое субъективное мнение, потому что любая крипта, она почему-то любит устраивать треугольники. У нас здесь есть область, до которой мы, в принципе, можем подождать покупок. Покупки прямо сейчас не покупайте, но если инструмент у нас начнет волатильно двигаться вверх, в принципе, я думаю, можно его присмотреть примерно до диапазона 36500 с формированием вот такого, в общем-то, нисходящего треугольника. Во всяком случае, мне вот, если хотите, интуиция здесь подсказывает, что здесь будет формироваться такой некий треугольник, потому что все-таки технически у нас сейчас происходит такое, в общем-то, флетовое движение. Что же говорить в целом о шортах? Шортить, понятное дело, на лоях я вам ни в коем случае сейчас не посоветую. Если соберетесь шортить, ждите тогда уже движение ближе к 36, примерно вот в этот диапазон, и тогда уже можете, в принципе, поискать покупки где-нибудь вот здесь, потому что в целом здесь у нас очень хорошая область продаж, и, очевидно, здесь будут очень сильно продавать, то есть фиксировать вот эти спекулятивные покупки, которые прошли отсюда, и где-нибудь вот здесь будут продавать. Если мы говорим о таких вот долгосрочных продажах в целом, потому что мне в телеграм-канале, кстати, у нас есть телеграм-канал, где я время от времени скидываю торговые рекомендации, вот, например, по сегодня, вот, например, сегодня скинул торговую рекомендацию по Озону, сам тоже в Озон, в общем-то, я залез. Я вам оставлю ссылку в комментариях, перейдете, если телеграм-канал вам понравится, подпишите. Прям такие серьезные шорты до 20 тысяч зелени, они, конечно, могут быть при условии, если мы здесь начнем формировать флетовую область. То есть шорты я бы здесь рассматривал, если бы у нас была вот такая флетовая область, пробой этой флетовой области, закрепление за ней где-нибудь вот здесь, и тогда можно было бы шортить на все плечи до 20-ки, это означало, что дальше повалимся вниз. Но предположить, что сейчас инструмент у нас вновь будет идти вниз, ну, крайне маловероятный сценарий. На самом деле, для этого должна быть хорошая новостная подоплека, пока ее еще нет. Но, может быть, Маск что-нибудь ляпнет в Твиттер, и тогда мы точно свалимся. В целом, наиболее вероятностное движение – это дальнейшее формирование треугольника, и треугольник, конечно, можно тоже трактовать как некий баланс. В случае пробоя этого треугольника, тогда тоже попытаемся где-нибудь вот здесь зайти, но это будет после. Пока что спекулятивно на ближайшие дни я все-таки ожидаю здесь роста ближе к уровню 36. Там дальше уже нужно будет видеть. Пока еще сигнала нет, в случае появления волатильности можно будет уже присмотреть, соответственно, данный инструмент. Всем удачи, всем счастливо! Подписывайтесь на канал, будем следить за этим инструментом и дальше. Всех люблю, всех целую. Зарабатывайте!